Политики, бизнесмены, общественные деятели и обычные жители Челевинской области могут исполнить простые, но такие важные детские мечты. В письмах юные южноуральцы пишут о своих заветных желаниях, о которых вряд ли попросят родителей в момент, когда все силы семьи брошены на борьбу с испытаниями. Очень волнительно, очень хочется, чтобы каждый ребенок получил подарок, потому что эта акция действительно народная, мы здесь не можем кого-то обязать или как-то повлиять. Влияет только желание, отклик, отзыв. Я традиционно верю в наших людей, потому что поводов сомневаться не было. Тимофей Ратнер в свои 11 покоряет региональные и международные музыкальные конкурсы. Один из них – шоу-проект «Голос дети» на Первом канале. Мальчик борется с тяжелым заболеванием гемофилией, но свои переживания и боль, как настоящий артист, на сцене не показывает. Сейчас мечтает и создание собственной студии звукозаписи. Для этого нужен микрофон, звуковая карта и так далее. Но я решил начать с микрофона, потому что, ну, как бы это один из всех моих желаний, но нужно с чего-то начинать. И таких желаний за три года существования благотворительного проекта исполнили около двух тысяч. О самых заветных мечтах особенных детей можно узнать на официальном сайте снеговики-добряки.ру. Стать тем самым волшебником довольно просто, ведь главное – подарить новогоднее чудо тем, кто в этом действительно нуждается. Владимир Лузгин и Владислав Шишмаренков. Урал-1.